Доброго дня! Я Алена Васильева и с вами канал Миновит Онлайн. Сегодня мы обсудим нашумевшую инициативу Светланы Тихановской, над которой она, по её утверждению, работала целых семь месяцев. Суть инициативы – это призыв народ Беларуси проголосовать онлайн через платформу «Голос» за переговоры с представителями режима Лукашенко. Я не очень долго буду сосредотачиваться на обсуждении данной инициативы. На мой взгляд, говорить здесь особо нечего. Для меня это такая же имитация процесса ради процесса, которая, собственно, и была все эти семь месяцев со стороны объединённых штабов. Платформа «Голос» не специалист. Я большой в каких-то программах, вернее, никакой не специалист в онлайн-технологиях. Но у меня это вызывает некоторые сомнения, как и вся платформа. Она создана командой «Бабарики» и «Цепкала». Предлагается проголосовать через чат-боты «Вайбера» и «Телеграма». Нам говорят, и мы должны поверить, что вся информация защищена. Там предлагается оставить номер телефона. Ну, решать вам. У меня это вызывает большие сомнения. Последнее время у меня и «Вайбер», и «Телеграма» в принципе вызывают сомнения. Особенно после фильма «Тратил протеста», где были опубликованы лукашенковскими пропагандонами наши разговоры с Николаем Автуховичем. Плюс переписка. Да, понятно, что всё это было переделано, вызернуты фразы, переделаны под то, как им удобно, переделаны слова. Но, в принципе, абсолютно видно, что информацию они из «Телеграма» сняли. Это что касается самой инициативы. Интересно, в этом вопросе обсудить мне хотелось бы совершенно другие явления, на мой взгляд, более важные. То, что национально ориентированная оппозиция и просто национально ориентированная часть общества ничего не ждала от объединённых штабов Тихановской и семь месяцев назад, и пять, и три, и сейчас, это и так понятно. Но есть та часть белорусского народа, которая искренне верит в возможность перемен подобным образом. Вот эта часть, она, естественно, неоднородна. И очень многие люди, которые шли за Тихановской, за объединёнными штабами, сегодня разочарованы. Это и понятно, потому что, ну, прошло семь месяцев. Протест совершенно очевидно слит. И не могло быть иначе. Люди впадают в глубокую депрессию, куча арестов, зачищено пространство, просто выжжено напалным. Если люди на сегодняшний день начинают искать смыслы. И это как раз, вот этот момент как раз может стать моментом рождения нации и рождением национально-освободительного движения. С чётко расставленными приоритетами и так далее. Но если ты наивный, то ты не лидер. Если ты лидер, то ты не можешь быть наивным. Это очевидная вещь, да? Вот, если ты наивный, либо ты поп-гапон, как говорится, который был не наивным и был лидером действительно популярным в определённый момент, но который работал на охранку и просто вёл людей на смерть, вёл революцию под каток, после которого был некий такой типа псевдонемократический откат, а потом всех опять заасфальтировали, да? Вот, это тоже работа такая. Я уверен, что, конечно, вам виднее. Я не знаю даже имён, кроме Тихановской, никого. Ну, знаю имён уважаемых людей в эмиграции, но в Белоруссии из тех, кого лидеры мы вына… Ну, не вы широкую аудиторию называли. Я не знаю никого. Ни Бабарико, там никого не знаю, не разбираюсь. Ну, Бабарико – это работник Газхрома, там очевидно всё. Но они возникли, как грибы. Так не бывает. Грибы не делают революцию никогда. Так не бывает, да? Революционный лидер, он должен быть, ну, как Мандела, как кто-то ещё. Ну, так как бы всё недозрело. И матрица сознания недозрела. Вот эта парадигма. Мы не будем говорить, что мы в Европу идём там. Или мы не будем, значит, вот как в Украине, потому что в Украине был Майдан. Так Майдан – это и есть победа. Почему мы не будем, как в Украине? То есть нет, мы выйдем на поле, но не хотим побеждать. Понимаешь? Или мы не выйдем на поле, но как-то просто так соперник сам проиграет нам. Но если ты не уходишь на поле, соперник не проигрывает никогда. То есть это парадигма детского сада такого, которую, конечно, использовали и спецслужбы, и ФСБ, я уверен, и КГБ белорусское, как его филиал абсолютный, использовали именно для того, чтобы правильно зачистить протест. Что же происходит в информационном пространстве, влияющем на умы сегодня? Совершенно случайно я наткнулась вчера на обзор одного гиперпопулярного блогера с Белот Шарвона, Белым Стягом и Украинским вместе. Меня поразило то, что я увидела. Я прошлась по блогерам другим, высокорейтинговым, которые уже работают там 7-8-9 месяцев, поддерживая штабы Бабарико Цепкало Цехановская. Все эти люди, естественно, сидят на фоне Белот Шарвона и Белых Стягов с риторией, которые, на мой взгляд, с риторикой нивелируют наши символы. Но это уже другой вопрос. Так вот, всех этих блогеров объединила совершенно одна повестка дня. Вот рассказывается о Тихановской, о ее инициативе. И следующее – это забрасывание, как принято говорить касательно пропагандистских СМИ, это забрасывание огневой селедки. Главная тема дня – это то, что, оказывается, некоторая часть общества, и она оказывается главным врагом на сегодняшний день для штабов Тихановской, раскалывает протесты. Не сложно догадаться, что эта часть общества – это и есть национально настроенные люди. По сути, происходит в тот момент, когда идет борьба за смыслы, по сути, происходит дискредитация национальной идеи Республики Беларусь. Происходит дискредитация национальной части. Я думаю, что немногие это еще оценили, может быть, услышали, но два дня я это слышу, и я думаю, что это тенденция. А вот это как раз вполне себе ФСБшная тенденция. Хотя данные ютуберы пытаются данные ярлыки вешать на национальную часть общества, что, естественно, забавно, нелогично от слова совсем. Что мы слышим? Мы слышим, что раскол протеста мешает победе, а люди, которые раскалывают протесты, скрытые лукашисты, скрытые гибисты, скрытые ФСБшники и провокаторы. То есть, соответственно, все эти ярлыки получает на сегодняшний день лучшая часть общества. Ее цвет. Последователи Зенона Позника. Люди, которые боролись годами с режимом Лукашенко, которые предсказали всю абсолютно цепочку событий, к которым мы придем. Вот то, что произошло на сегодняшний день, национально ориентированная часть общества об этом говорила. Говорилось о том, что нельзя идти за лидерами, которые возникли как грибы, которые не ставят геополитических вопросов, разрыва с Российской Федерацией, более того, присягают в своих речах Российской Федерации, которые говорили о том, что мирные акции ничего не способны изменить в диктатуре, которая понимает только язык силы. А более того, не то, что ничего изменить, а еще и принесут огромный вред, что и произошло. Это концлагерь, который мы видим. Это убитые люди. Это зачищенное полностью протестное поле. Это уехавшая активная часть населения. Это депрессия, которая наступает после неизбежного провала депрессия, которая на несколько лет снижает протестный потенциал. Вот эти люди сегодня поклонниками Тихановской объявляются врагами. Ну что ж, стоит подумать об этом. Я думаю, что Николаю Автуховичу, который сейчас сидит в СИЗО КГБ за терроризм, и которому грозит страшный срок, и который 6 августа перед выборами призвал людей запомнить имена тех бывалых оппозиционеров, которые поддержат эту троицу, потому что они не могут не понимать, к чему все ведет, к какому аншлюзу все это ведет. А значит, готовы здесь встречать русский мир, сказал Коля. Так вот, я думаю, ему было бы очень интересно узнать, что сегодняшние протестуны называют таких, как он, агентами ФСБ, ФСБ, КГБ и людьми, сливающими и раскалывающими протест. Все по-серьезному. То есть, те, кто вот по-детски воспринимал за чистую монету вот эти, вот этот лепет про возможность победы мирных протестов, их жизнь, к сожалению, очень сильно окунет в реальность. Да, и я надеюсь, что хотя бы из этого будет, знаешь, какой опыт, что большинство белорусов, во-первых, разочаруются в России, как в источнике возможного выхода из положения, да, что вот эта парадигма Путин придет, порядок наведет, Лукашенко уберет и нам более лучшего местного гулятора выпишет какого-то ауштаба, что-нибудь сделаем, да. То есть, это идея потерпит крах. Я понимаю, ребята, что идти толпой выгоднее, удобнее в ближайшей перспективе, безусловно. Но только это не про совесть, не про честь и не про реальную победу. А мы будем искать и бороться за смыслы дальше. Я прошу вас становиться нашими патронами. У нас есть Патреон, нам очень нужна ваша поддержка. Мы политические беженцы, и мы стараемся говорить правду и будем ее говорить. Внизу под видео есть ссылочка, вы можете стать, вы можете помочь нам материально. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, подписывайтесь на нас в Твиттере. Завтра у нас будет очень интересный разговор с бывшим политзаключенным, просто прекрасным человеком, которым любая нация может гордиться. Я горжусь как белорусска, горжусь дружбой с ним. Это Яуген Мурашко, который является старшиней белорусов Немечины. До завтра. Слава Украине! Живи Беларусь! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok